Итак, в больницах Москвы будут лечить еще 17 маленьких пациентов из Донбасса. Детей привез в спецборд МЧС. По словам Елизаветы Глинки, больше известной как доктор Лиза, у ребят тяжелые диагнозы – порог сердца, онкология, заболевания глаз. Два их пострадавших в результате обстрелов пока пришлось оставить в Ростове-на-Дону. Всего же в России фонду Глинки удалось перевезти 189 человек. В мафии 11 лет он у нас оторвался на растяжке в нашем городе. Получил травму глаза, множественные осколочные ранения по телу. Сейчас глаз у нас не видят, но, конечно, хотим помощи от ваших столичных врачей. По словам медиков, перелет дети перенесли нормально. Вот что рассказал главный врач Центра Спаса. Дети имеют различные заболевания, те, которые нуждаются в длительном и сложном лечении. Дальнейшее их лечение будет проходить, как я уже сказал, в лечебных учреждениях по профилям каждого из этих детей. Значит, дети разного возраста, это и от месяца, и, по-моему, самый старший, 94-го года. Ну вот еще о помощи. Гуманитарный конвой уже 35-й по счету доставил в Донбасс более тысячи тонн груза и вернулся в Россию. Пограничный досмотр машины прошли на пунктах Донецк и Матвеев-Курган. В Донецк и Луганск привезли продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Всего же МЧС доставило в Народной Республике более 40 тысяч тонн помощи. Но вот пока едет помощь, с другой стороны стреляют. В Донбассе украинская артиллерия бьет по жилым кварталам в глубоком тылу. За последние сутки уже больше ста нарушений режима тишины. По информации Минобороны Донецкой Республики, есть разрушение жертвы среди мирных жителей. За развитием ситуации следит наш корреспондент Алексей Конопко. Главные последствия ночного обстрела – это очень много разрушений. Десятки жилых домов пострадали, один погибший и по меньшей мере трое людей пострадало. Но сюда, впрочем, не входят те, кто пострадал легко, кто отказался от медицинской помощи. Стреляли в этот раз снова по всей территории Донецкой Республики. Стреляли на протяжении всей ночи, даже здесь, в центре Донецка. Мы слышали с вечера и до утра взрывы всего в нескольких километрах от самого центра столицы. Но начали вести огонь, как и накануне, как и за день до этого, еще с вечера. Около 17 часов четверга первые снаряды этого вечера начали прилетать в Киевский район Донецка. Один из них пробил крышу, застрял в печной трубе и не разорвался. Сейчас его уже забрали сотрудники МЧС. Примерно в это же время киевские силовики обстреляли трассу возле Ясиноватой. Это город и крупный железнодорожный узел, который в последнее время очень часто попадает под обстрелы. Там двое мирных жителей, двое мужчин около поста ГАИ получили осколочные ранения. Их, по данным медслужб, пришлось госпитализировать. Но сейчас их жизни вне опасности врачи оценивают состояние как нормальное. С наступлением темноты массированный огонь открыли по Макеевке, в частности по Красногвардейскому району этого города-спутника. Донецк по меньшей мере три 152-миллиметровых снаряда прилетели на одну и ту же улицу. Два жилых дома пережили пожары. Один из них выгорел полностью. Еще один снаряд попал на улицу соседнюю, о которой я говорил только что, между пятиэтажками. Там осколками посечены стены и разбиты окна. Мы прятались, мы выскакивали из квартир. Чум были одеты, потому что это произошло где-то часов в 12 ночи или в 11. Когда уже все спали, все выскочили. Подъезд на первый этаж просидели там всю ночь. Прям на кровать вот такой вот, забыла его вынести. Вот такой горячий, я схватила его и руки чуть не пожила. Кинула на коврик, коврик прожегся. В Макеевке под обстрелами пострадали три человека. Женщина и мужчина 19 лет получили осколочные ранения. Еще один мужчина. Контузию в самом Донецке. Попадание фиксировали около 4-5 утра снова в Киевском районе. Еще в Калининском районе Донецкой. И всего же попадания были по меньшей мере, по 10 адресам. И как говорят местные жители, судя по времени, которое проходило между вылетом снаряда и его разрывом, стреляли не только с той стороны фронта. То есть, скорее всего, ВСУ огнем своей артиллерии могли скрывать работу своих же диверсионно-разведывательных групп. Люди говорят, утверждают, что под прикрытием артиллерии украинской действуют и диверсанты. Потому что после выстрела через 2 секунды взрыв. Причем даже видна траектория полета. Прилеты были в течение 2-3 секунд по осколкам. Ну, судя по осколкам, насколько я знаю, 120-я мина. Стреляли километров 5-4 от нас. Был выход, 2 секунды прилет, сразу же мина. Ну, это не мелкая мина, потому что толщина осколка 3,5 сантиметра. Резьба такая же, как у нас 120-я мина. Около 11 часов вечера стали приходить новости о том, что Горловка вновь под обстрелом. Там огонь вели со стороны Дзержинска по меньшей мере на протяжении 2-х часов, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня. Около 75 боеприпасов этого типа упали в поселке Гольмовский. Это как раз на окраинах Горловки. И там же в городе как раз погиб один человек. Это мужчина 38-го года рождения. На юге линии разграничение с позиций возле Мариуполя ВСУ обстреляли поселки Широкино и Саханка. В первом, я напомню, давно уже нет ни военных ДНР, ни мирных жителей. Во втором местных остались считанные единицы. Вновь под огнем оказался и поселок Белая Каменка. Это на участке фронта между Тельманово и Старобешево. Это строго на юг от Донецка. Всего же по статистике Минобороны ДНР в этот раз по территории ДНР выпустили больше 600 снарядов. Почти 300 из которых были выпущены реактивными системами залпового огня ГРАД. И как говорят Минобороны, то, что обстрелы ведутся по большей части в темное время суток, это не случайность. Противник изменил тактику применения своей артиллерии. Теперь обстрелы начинают с наступления темного времени суток. Как правило, после 22 часов. Это связано с тем, что в 18 часов наблюдатели миссии ОБСЕ завершают свою работу и убывают к местам размещения. Не опасаясь быть пойманным за руку, украинские фашисты под покровом темноты наносят огневые удары по жилым кварталам. Все это, по мнению Минобороны ДНР, делается для того, чтобы дискредитировать работу ОБСЕ и в конечном счете убрать миссию отсюда, чтобы вооруженные силы Украины могли без чьего бы то ни было свидетельства и надзора обстреливать мирные населенные пункты ДНР. Алексей Конопко, Азат Атагунов, Семен Шапченко и Олег Бондаренко. Вести ДНР. Нарушения режима тишины на юго-востоке Украины ведут к человеческим жертвам и грозят дальнейшей эскалации конфликта. В этом уверены главы МИД России и Германии. Ситуацию в Донбассе они обсудили по телефону. Сергей Лавров и Франк Вальтерштайнмайер считают, что необходимо безусловное выполнение всех пунктов Минского договора, включая отвод техники, реформу Конституции, а также проведение местных выборов. В этом плане, как сказал Сергей Лавров, подход Киева не конструктивен. Министры финансов стран Еврозоны признали план реформ Греции, и это позволяет дать еще денег. Кстати, это уже третья программа помощи. По итогам специального заседания в Брюсселе глава Еврогруппы сказал, что греки могут рассчитывать на 86 миллиардов евро. Не сразу, конечно, а за три года. Ну а премьер-министр Греции заявил, что новая программа должна спасти Афины от дефолта. Обеспечить электроэнергией Крым помогут турбогенераторы, которые сделают в Перми. Об этом на встрече с Владимиром Путиным рассказал губернатор края. Виктор Бацараген. Ну а еще, чтобы заместить импорт, есть планы производить авиадвигатели, которые раньше закупали на Украине. Подробности, как все это будут делать, узнал Евгений Рашков. Свой двигатель для любого российского вертолета. Турбовентиляторный, тяга от 9 тонн и выше. Еще недавно об этом просто не думали. Для Ми-26-х все моторы делали в украинском Запорожье, для легких ансатов во Франции, Канаде и США. Теперь с зависимостью решили покончить. Производство массово переносят в эти цеха, в Пермь. И как рассказал президенту губернатор пермского края Виктор Басаргин, там есть все, чтобы создать универсальный российский хороший двигатель. Производим всю трансмиссию. В том году, в начале года, заложили новое производство. А какая? Механическое? Инвестируем. Это уже новое наше ПД-14, Владимир Владимирович. Это двигатели? Это двигатели уже авиационные. Тоже кластер мы этот развиваем. У нас, вы знаете, сложилась кооперация. И видим сейчас некоторые программы, для того, чтобы нам на серийное производство перейти. Сделайте нам хороший двигатель. Готовы. Именно на производство решили делать ставку в Перми. Концентрировать ресурсы на этом. А в случае с генерацией электричества появились возможности даже строить по всей стране. И снять, например, энергозависимость Крыма от Украины. Учитывая непредсказуемость соседей, актуально весьма. Мы готовы всю генерацию в Крыму за счет наших предприятий построить. Построить без всяких генерал-электриков, сельминцев и так далее. Если здесь программа, то вы наше производство кроме всех. Средства есть, выделены, они гарантированы. Производство нам позволяет. Ну так вот поработайте с правительством. Поработайте с теми, кто занимает у нас программой. Давайте, если нужна моя поддержка, я отсюда подполкну. Что же касается внутренних тем, то проблемным с некоторых пор стало строительство. Обещанный миллион квадратных метров жилья построят, пообещал Басаргин. И даже больше, но нужны новые вложения, которые давали ипотечные кредиты. А их сейчас меньше берут. Ипотека где-то в 2,5 раза упала. То есть мы в том году... Но вы не субсидируете совсем, что ли? Мы чуть-чуть субсидируем, но тем не менее, казалось бы, ставка изменилась не очень серьезно. 12% средневзвешенная ставка была по прошлому году. В этом году 14,2%. Но 2% дает падение в 2,5 раза. То есть мы сейчас стараемся активизировать эти проценты, потому что понимаем, что для нас спрос сегодня в стройке важный аспект. Подмогой со стороны государства станет программа переселения из ветхого и аварийного жилья. До 2017 года новоселье должны отметить 11 тысяч пермяков. Евгений Рожков, Наталья Лундовская и Надежда Тарасьянц. Вести. Ситуацию с пожарами в Бурятии удалось стабилизировать. Глава МЧС, который приехал в Сибирь, уже пообещал до конца недели справиться с пожарами. Но вот пока огнем охвачены 150 тысяч гектар. О том, как идет борьба со стихией, Николай Скалов. На помощь огненной Сибири прилетают пожарные со всей России. Дальний Восток направляет дополнительно авиацию. Но условия для работы пока не подходящие. Взлетать небезопасно. В таких условиях очень тяжело летать авиацией МЧС. Кажется, что за бортом туман. Но на самом деле белая пелена густого, дыма от пожара. Нужно уходить по своим углажам. У вас есть возможность увидеть, как выглядит сейчас территория вокруг Байкала. На борту вертолет МЧС России глава ведомства Владимир Пучков прилетел лично, чтобы осмотреть зону бедствия. Накануне вылететь на место главе МЧС поручил Дмитрий Медведев. Прилетев в Сибирь, Пучков заявил, что до конца этой недели возгорания будут ликвидированы. Конечно, поставлена задача органам управления и реагирующим подразделениям в течение трех суток потушить все пожары, которые действуют сегодня. Все необходимые ресурсы здесь в регионе есть. Кроме того, мы предусмотрели усиление и федеральной группировки сил, а также переброску сил из других регионов, где стабильная обстановка. Самая сложная ситуация в соседней с Иркутской областью Бурятии. Здесь ситуация с пожарами осложняется горной местностью. Подобраться к очагам очень трудно. Принято решение работать даже ночью. Помогают и местные жители. Во время незапланированной остановки недалеко от Улан-Удэ Владимир Пучков встречается с женщинами, которые не дали огню захватить расположенный рядом с домами лес. Мы боялись, конечно, потому что близко подошло. И еще обещали штормовое предупреждение в том ночи. Поэтому все боялись. В этом поселке на окраине жители несут дежурство каждый день, чтобы посторонние или желающие отдохнуть не повредили лес. Помогают и правоохранительные органы. Правда, у каждого дерева охрану не поставишь. Еще недавно это был лес. Как видно сейчас, от него практически ничего не осталось. Таких историй в Бурятии очень много. Там, откуда огонь ушел, теперь предстоит посчитать убытки. Во многих случаях пострадали заповедники. Рабочая поездка главы МЧС по Сибири продолжается. Уже завтра он намерен посетить Хакасию, которая в апреле этого года едва устояла в борьбе с огненной стихией. Там для пострадавших и потерявших жилье заканчивает строить новые дома. Николай Соколов, Вести, Иркутская область, Республика Бурятия.